Партнер программы «Новости» – официальный дистрибьютор компании «Лидинг» ООО «Атлант». На первом альтернативном информационный выпуск в студии Александра Иванчиков. Здравствуйте! Главные темы этого дня. Научная сенсация. Археологи обнаружили самое первое ограждение удинского зимовья. Недетские проблемы сирот. С какими препятствиями сталкиваются дети, оставшиеся без попечения родителей. Битва Робин Гудов. В Бурятии стартовал Кубок России по стрельбе из лука. Но в начале о науке. Неожиданная находка бурятских археологов грозит стать научной сенсацией. Напомню, на месте основания удинского острога проводятся раскопки. Ученым Институтом англоведения, буддологии и тибетологии удалось обнаружить оборонительную стену острога, построенную примерно в 1688 году. Она представляет собой ряд небольших исп. Само по себе это уже открытие для науки. Историкам удалось четко зафиксировать и задокументировать, какая все-таки была стена. Но самое удивительное ждало ученых ниже, под полом. Выявили остатки столбов, скопанных вертикально. И они продолжаются, то есть идут с востока на запад, делают поворот и уходят на юг. То есть это получается, здесь образуется прямой угол. Предположительно, это остатки первого Чистакова. И судя по диаметру вот этих вот столбиков, бревен, смеем предположить, что это остатки Чистакова, который относился к зимовью. Получается, это самое первое ограждение. Сомнения вызывает толщина бревен. Однако и этому, по словам археологов, можно найти объяснение. Зимовье строилось в октябре, наступали холода. Да и местное население пристально наблюдало за ними. В спешке основатели могли использовать то, что было под рукой. Находка очень неожиданна, поскольку по результатам предыдущих исследований, когда здесь проводили разверточные оранскобки Людмила Валентиновна Лубова, по архивным данным, но она, естественно, по архивным данным восстанавливала оранзмерами его, то есть он не должен был попасть на стену. То есть он должен был быть в каком-то некотором отдалении от основной стены. Результаты раскопок подводить еще рано, однако уже ясно, что в архивах существуют неточности по площади Острога, Зимовья и по их расположению. После окончания раскопок в эфире нашего канала выйдет документальный фильм о ходе поисковой экспедиции. Двигаемся далее. А что на практике? Новый уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в одном из первых после назначения интервью отметила, работа в отношении детей-сирот должна быть системной. Между тем в законах нередко встречаются пробелы, которые мешают и детям, и педагогам. О том, как работают сегодня детдома и что им мешает, расскажет Аюна Ачертарова. Год назад в силу вступило постановление, согласно которому все детдома стали учреждениями семейного типа. Сменился подход. Дети должны воспитываться в условиях, приближенных к домашним. В этом плане в Бурятии дальше всех ушел в Бургузинский центр помощи детям. За долго до принятия законов тут работали по такому принципу. Все воспитанники разделены на три семьи. У каждой группы свой отдельный вход, своя комната отдыха, несколько спальных комнат и даже кухня, где ребята сами готовят. Семейное проживание, мне кажется, для детей такой категории, как наши, очень важно для успешной социализации в их самостоятельной жизни. И надо отметить, что наши дети, выходя из стен нашего учреждения, они очень многое умеют делать руками. Они достаточно самостоятельны и у них достаточно широкий кругозор. Здесь наша столовая, здесь мы кушаем. У нас есть свой огород, мы за ним ухаживаем, все садим сами и делаем, снимаем потом. И делаем заготовки на зиму. Мы делаем горлодер, вот собираемся сейчас сделать. Вот это тоже мы на зиму сделали. Что сделали? Это соленые огурцы. Да, умеешь садить огурцы. А мы с создателем солим. Детей обучают всем необходимым навыкам. Шить, пользоваться инструментами и даже получать справки. Но особое место здесь занимает столярная мастерская. Парни ходят два раза в неделю в столярную мастерскую. Но также иногда и приходят девочки, как сказать, по интересам. Выжиганием занимаются. Основной упор мы делаем на практические занятия, чтобы дети научились руками держать инструмент, знали, как отпилить, как молоток в руках держать. У нас скаутское движение существует. Девиз скаутов будет завтра лучше, чем ты есть сегодня. И перед скаутом как бы три дороги к Богу, к людям и к себе. К Богу это нравственное воспитание. К людям, то есть умение общаться, в контакт вступать, уметь решать свои проблемы. И к себе это самосовершенствование. Но не все так гладко, несмотря на старания воспитателей. Причем развиваться и улучшать условия зачастую мешают пробелы в законах. В школу я не могу купить и книги. Хотя сейчас вышло постановление по Российской Федерации. Книги мы должны обеспечить теперь Министерство образования и муниципалитеты. Нет денег, они до шестого класса я был развиваться с министром образования. До шестого, седьмого класса. А вот старшие классы должны сами покупать все равно. На помощь приходят спонсоры. Бизнесмены, государственные учреждения, а также просто неравнодушные граждане. Но их приходится искать. Кроме того, постоянно помогать могут немногие. Кризис мы здорово ощутили. Вот питание детей сегодня 175 рублей на одного ребенка в день. Я пять раз должен накормить. Мы вносим предложение нашему учредителю, что надо повысить. Хотя бы 230-250 рублей. У ребенка есть день рождения. Я не имею права ему купить подарок. Интересно не выделяется на это. Есть праздник Новый год. Подарок мы дома все дарим детям. У меня нет на это непредусмотренных средств. Меж тем новый детский омбудсмен отметил, что решать проблемы сирот – это системная работа. Вот только конкретных предложений в ее словах мы не услышали. Для России, для страны всегда понятие сироты и помощи сироте было свято. Мы должны сделать это понятие, это движение максимально эффективным. Я думаю, что здесь важно объединение всех ресурсов. Мы понимаем, что сегодня сиротские учреждения относятся к совершенно различным ведомствам. Системе здравоохранения, системе министерства труда и социальной защиты под ведомственные учреждения. Есть под ведомственные учреждения и министерства образования. Поэтому очень важно, чтобы эта работа была серьезной, преемственной, комплексной. Здесь, конечно, вопрос подготовки кадров, вопрос устройства. Пока же теоретики и законодатели не слышат практиков и не торопятся устранять пробелы в законах. Алина Черторович, Слав Батоев, первая альтернативная. Процесс пошел. Все комплексы «Зебра» заработали в штатном режиме. Напомним, 17 камер появились на нерегулируемых пешеходных переходах в конце августа и уже принесли бюджету неплохую прибыль. Хотя основная цель их установки – это, конечно же, профилактика. Установка данных приборов является больше профилактической, так как мы планируем в будущем устанавливать больше муляжей данных приборов. То есть цели такой, как установить везде данные приборы, нет. Они будут постоянно меняться, передислокация будет меняться их. Тем временем установленные комплексы ежедневно фиксируют около 300 правонарушений. Правда, иногда техника ошибается. По данным правонарушениям спариваний мало было. В основном было то, что буква не та распознана была или цифра не та распознана. У нас максимально все автоматизировано. Минимизировано участие человека только при подписании, при распознании. То есть распознание все компьютер проводит. Такие случаи, да, бывают технические сбои, но они очень минимальны. Даже 1% от всего не будет. С момента появления камер на дорогах водители получили уже больше 5000 постановлений. Камера фиксирует авто, которое не пропустили пешеходов. Штраф 1500 рублей. Так что зебры уже принесли бюджета более 7 миллионов рублей. Коротко о других новостях. По данным исследования сайта headhunter.ru, в Улан-Удэ уже три года не повышалась средняя заработная плата. В одном ряду с нами по этому показателю Иркутск, Барнаул, Омск. Наибольший рост средней зарплаты показали в Новосибирске до 2500 рублей по сравнению с 2015 годом. В Кузбассе средняя зарплата, наоборот, стала меньше на 1500. Добавлю, что на одну вакансию в Улан-Удэ претендует 5 человек. В голосовании за выбор изображения на новых купюрах Байкал опустился на второе место. Лидирующую позицию сейчас занимает Волгоград. Количество проголосовавших более 81 тысячи человек. За изображение иркутского Бабра и Байкала на новых купюрах проголосовало около 79 тысяч. Отдать свой голос за понравившийся символ можно на сайте твояроссия.рф. В Улан-Удэнском аэропорту открылась часовня. Таинство освещения провел глава бурятской митрополии Саватий. Часовня названа в честь Архангела Михаила по просьбе анонимного благотворителя и согласована с бурятской епархией. Уже завтра она откроет свои двери для всех желающих получить духовную поддержку. Часовня расположена на первом этаже в зале внутренних вылетов. И к новостям спорта. Попасть в яблочко в Улан-Удэ стартовал Кубок России по стрельбе из лука. Сегодня прошел первый круг соревнований. В турнире участвуют все ведущие спортсмены, в том числе серебряные медалистки Олимпиады в Рио Инна Степанова, Ксения Перова и Туяна Дашидоржиева. На поле центрального стадиона в эти дни выйдут 254 спортсмена из 15 регионов России. Бурятию на Кубке страны представляют 134 лучника. Самая большая делегация гостей у Забайкальского края. Остальные регионы скромнее – 5-10 человек. Всем приехать не позволяют финансы. И тем не менее престиж соревнований достаточно высок. Их результаты во многом влияют на состав российской сборной. Действующие члены тоже здесь и рассчитывают показать хороший результат. Кубку России на самом деле тяжело было подготовиться, потому что у спортсменок идет после медали Олимпийских игр идет честование спортсменов. Поэтому то в Москву позывают, то губернатор, то дома. Поэтому мы за машинами ездили. Поэтому, к сожалению, подготовка была не на должном уровне. Но так как нам необходимо еще ехать на Кубок мира, на финал Кубка мира, поэтому будем надеяться на призовые медали. Но для многих участников спорт – не основной вид деятельности. Владимир в стрельбе из лука еще со школы. Но заняться профессионально мешают обстоятельства. Однако спортсмен бросать не собирается. И рад каждой возможности посоревноваться с именитыми спортсменами. Меня это вдохновляет. Хочу лучше стрелять. Стремлюсь улучшить свой результат, сделать мотив мастера спорта. Сегодня завершился стартовый круг. Спортсмены стреляли из классического лука на дистанции 70 метров и из блочного на дистанции 50. По международным правилам все участники должны были отстреляться с утра и до обеда. Помешала вместимость стадиона. Приходится два раза, две смены делать. Потому что не позволяет площадь. Россия привыкла так. Так, таковой вода. В Орле очень хороший, Великий Лука хорошие, большие манежи. Нам хотелось бы, конечно, это больной вопрос у нас для всех. Для всей стрельбы из лука, наверное, России. На Бурятии особенно. Уже завтра в 10 утра стартуют финалы в личном первенстве. А после обеда начнутся командные соревнования. В них победители определят 15 сентября. Алина Черстарова, Александр Лупсанов, первая альтернативная. Стрельба из лука пользуется в Бурятии особой популярностью. Наши спортсмены заметно преуспевают в этом виде спорта. 1184 лучника и 84 награды, приобретенные за этот год нашими спортсменами в разных соревнованиях. Вячеслав Наговицын обратился к президенту Российской Федерации стрельбы из лука Владимиру Ишееву с просьбой ускорить принятие решения по строительству лукодрома. Возможно, Улан-Удэ наконец-то обретет свою тренировочную площадку. Примет решение на федеральном уровне о строительстве здесь у нас лукодрома. Но, правда, там период стоит такой до 2020 года, такой расплывчатый период. Мы готовы, у нас есть и земельный участок, у нас есть проектно-сметная документация по лукодрому. Мы давно готовились к этому мероприятию. Честно говоря, мы его хотели построить еще в 2012 году. Но, к сожалению, тогда тоже, как всегда, денег не хватало. Кроме этого, Вячеслав Наговицын подчеркнул, что лукодром даст возможность проводить сборы по подготовке спортсменов к Олимпиаде в Токио. Владимир Ишеев пообещал помочь в этом вопросе. А также выразил благодарность главе Бурятии и вручил памятные подарки. И в продолжение темы собрались вместе серебряные призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро, лучницы Инны Степанова, Туяна Дашидоржиева и Ксения Перова дали первое совместное интервью в Бурятии. По случаю участия всей команды в Кубке России состоялась пресс-конференция. Девушки поделились воспоминаниями об Олимпиаде и планами на будущее. С триумфаторами Олимпийских игр пообщалась Галина Соболева. Рассказали обо всем. Буквально за 10 минут до выступления на Кубке России лучницы поделились своими воспоминаниями об Олимпиаде. Правда, в Олимпийской деревне девушки бывали только по делам. Жила наша сборная в гостинице. Олимпийская деревня была очень далеко. Брался опыт Лондона, Олимпийских игр в Лондоне, потому что тогда мы жили в Олимпийской деревне. Во-первых, Олимпийская деревня очень далеко от объектов находится. В нашем случае спортсмены ездили оттуда полтора-два часа. Это тоже очень большие эмоциональные затраты, да, потому что пока по дороге ты едешь, там тоже очень много думаешь, очень много перемалываешь, анализируешь. И нашим тренерским советом было решено, что наша сборная будет жить в гостинице непосредственно в близости со стадионом. У Федерации стрельбы из лука не хватило денег, чтобы обеспечить сборной комфорт. Тем более, что проживание в гостинице Рио-де-Жанейро в дни Олимпиады стоило около 300 евро в сутки или около 20 тысяч рублей. Вы понимаете, в олимпийский срок очень дорогая гостиница, питание, поэтому, естественно, девчата не особо в курсе были. Но мы жили в гостинице, они, правда, соизволили жить втроем. Я еще спрашивал у них, не заругаться из его полотенца, из зубной щетки или еще что-то. Но они клятвенно заверили, что ссориться не будут. Гостиницу для представительницы России оплатил депутат шестого созыва Госдумы Михаил Слепенчук. Оказалось, что он и сам большой поклонник силы воли и целеустремленности лучников. Здесь вклад все-таки, наверное, всей страны, потому что вся страна, каждый человек переживал. Это были первые дни Олимпиады. Вся страна переживала и, конечно, вместе со всей страной и со своей семьей смотрели ночью чемпионат. И когда девчата стали серебряными призерами, конечно, для меня это было триумфом России. Я радовался вместе со всей страной. Ксения Перова и Туяна Дашидоржиева после выступления на Кубке России поедут на Кубок мира. Уже сейчас они готовятся к соревнованиям. А Инна Степанова пока решила отдохнуть. Галина Соболева, Александр Лупсанов, Первая альтернативная. И в заключении выпуска «Семь вопросов» продолжаются. В эфире АТВ на ваши вопросы уже ответили известный бизнесмен Денис Гармаев, краса Бурятии 2016 Анастасия Шангина. Совсем скоро вы увидите новый выпуск. На этот раз гостем программы станет солист популярной бурятской группы «Хатхурзу» Сергей Беликтуев. Всем привет! Я солист группы «Хатхурзу». Меня зовут Беликтуев Сергей. Я хочу вам сказать, что вы можете задать любые интересующие вас вопросы личным сообщением ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, а также на сайте телекомпании АТВ. Увидимся с вами в эту пятницу на телеканале АТВ. Творчество, музыка, личная жизнь. Задавайте любые вопросы на разные темы. Сергей выберет самые интересные и ответит на них уже в эту пятницу. Вопросы принимаются до 22.00, 15 сентября на нашем сайте и в группах в социальных сетях. Таким был этот вторник. Информационный выпуск завершается. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Если в вашем доме живет кошка, о комфорте питомца и чистоте позаботится комкующийся наполнитель PP-Bend. Он максимально поглощает жидкость, быстро образует прочные комочки, эффективно нейтрализует запах. Натуральный бентонитовый наполнитель PP-Bend. Безопасный и экономичный. Одна упаковка – три недели чистоты. Официальный дистрибьютор компании «Лидинг ООО «Атлант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова